И так, с вами Дубгай, мы продолжаем играть за Японию в Квайзер Шизу. Если вы вдруг еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. А у нас же план по освобождению Азии. И начнем мы, я подозреваю, с Гавайи. Поехали. Подготовил я казуаленький план по вторжению на Гавайи. Буквально сразу же мы атакуем все абсолютно острова гавайские. Так что я думаю, да, мы готовы к этому. Доделываем наш фокус и идем вот сюда. И чтобы соединить наши вот эти территории, делаем КБ на вот этот вот осколок Трансавмура. И Пентянь просит у нас помощи. Мы потерем 20 стабильности, если откажемся. Видимо, потому что на них напали, да? Да, Defensive War. Это немножко меняет наши планы, но не слишком, честно говоря. Устраиваем мы просто блокаду Китая. Пожалуй, вот он, наш Адмирал. На этом. Вот здесь даем имверки обязательно. Наверное, что он как-то вот так пока что. Но я не думаю, что нам действительно придется биться на море. Здесь нету кораблей, скорее всего, да. Так что это так, чисто на всякий случай. И-то добьем сейчас мы Гавайи, а потом пойдем выставки делать вот сюда уже. Хотя я предполагаю, что может сейчас начать сформироваться объединенный Китайский фронт. Посмотрим. Ой, смотрите-ка, умирает наш там губернатор. И мы можем взять и индексировать эту страну. Он меня, наверное, устраивает. Интегрировать ее вполне себе. Трой вопрос, действительно ли мы сможем ее интегрировать? Скорее всего, нет. Так что пока вот так как-то будем работать. У нас выборы. И из всего, что я вижу, мне социал-демократы нравятся больше всего. Именно по своим бафам. Здесь у нас 5 капа, 10 скорости роста. У любых из этих двух партий есть стабильность. Плюс заводы, плюс еще стабильность, плюс скорость исследований. Здесь, конечно, есть скорость роста компания, за что тоже очень сильно. На среднем мы будем вряд ли владеть очень многими землями напрямую. Так что кап, я думаю, все-таки чуть-чуть интересней. Так что давайте, социал-демократы. И мы все это сделали колониями. Что даст нам полностью, по-моему, промышленность. Не полностью, ладно. В общем-то, фактически у нас уровень появляется. Вот он. И у нас нету здесь этого сопротивления. Нормально, полезно. А еще приглашаем филиппинам в нашу экономическую сферу, что должно нам дать дополнительных бафов вот сюда. И да, не так много, но приятно. Берем в себя второй уровень снаряжения. И потом мы сможем делать третий, еще больше себя бафнуть. И да, баф в итоге в сумме будет, я думаю, очень сильный. И ультиматум выдан. А мы пока что возьмем себе как раз-таки вот этот, пожалуй, баф. Потому что он реально очень хорош для нашей экономики будет. И Гавайи не соглашаются. Что ж, мирного решения не будет, говорит наш премьер-министр. И наш лот отправляется здесь нарисовать зеленое море. И наша огромная армия морпехов отправляется. Я подозреваю, что мы заберем все внешние острова вообще без сражений, скорее всего. Я не думаю, что там есть гарнизоны. Максимум на Гавайях, может, что-то будет. Смотрите, нашел я здесь одну дивизию. Ну, мы без особых проблем справляемся. Наши морпехи показывают себя превосходно. Здесь, кстати говоря, инвейдер оружия. Поэтому взял ему перк на то, чтобы он быстрее подготавливал вторжение вот эту кнопочку. И плюс еще сапплайсы марином. То есть, чтобы наши морпехи могли кушать что-то из воздуха первые 240 часов после высадки. Все внешние острова успешно взяты. Эта часть плана выполнена. Перейдет сражение за самими непосредственно Гавайи. И они капитулируют. Даже наши войска не успели доехать до оставшихся островов. В общем, прекрасная операция. Там еще параллельно кто-то капитулирует Британию. Канада высадилась. Ну, как я и говорил, очень плохо покажет себя интернационал. Потому что они воюют в Америке. У них тут еще в Южной Америке. Они как-то во все эти войны зашли. Я уверен, Ишка очень-очень странно распределяет свои войска. Поэтому в Европе Германия как только почувствует себя уверенно, просто нажмет автоплан и победит. Ну и что, давайте теперь продолжать. Будем готовиться с Южными Теритомерами. Здесь как-то расправляться. Ой, они капнули их уже. Я даже особо ничего и не сделал, можно сказать. Прекрасно. Мы прекратим тратить топливо на конвои, которые не плавают теперь. И мы только тратим топливо сейчас на тренировку воздуха в подготовке к вторжению как раз-таки в владении Рейхспакта здесь. Передвигаются у нас войска вот сюда. Также у нас передвигаются войска вот сюда. Сейчас будем добивать здесь территорию. И я начинаю наших морпехов распределять. И примерно вот так вот выглядят наши планы. Одним резким ударом мы сразу все внешние острова позабираем. Вторым ударом потом заберем следующие острова. Правильно с этим забираем основную часть в Индонезии, там где у нас большая часть ресурсов будет находиться, что поможет нам, нашему флоту не умереть от нехватки топлива. И затем уже вторыми и третьими ударами будем бить по Австралазии и другим здесь островам. Кроме того, наши наземные войска будут продвигаться здесь после чего вполне себе. Мы наверное заберем Сейлон, потому что на нем огромное количество резины и местные острова. Ну и после этого, скорее всего, они капитулируют и передадут все эти территории под наш прямой контроль. Падение Лондона, да, Британия там возвращается старая. Мне особо без разницы на самом деле. Кстати, нет, Австралазия не будет, кстати, участвовать в войне, потому что она все-таки не Рейхспактая часть, а мы именно на Рейхспакт будем атаковать, по крайней мере, в первый раз. Еще, кстати говоря, я сделал фокус на топливо, и еще этот фокус дал мне решение вот такое вот, которое запавнит мне две синтетики. Это неплохо действительно. Такое мы одобряем. Синтетику надо достроить все еще немножко. Конечно, атаковать это тоже один из вариантов, как мы достроим синтетику, но хотелось бы прям точно иметь самостоятельное обеспечение прямо внутри Японии самой. У нас инциденция с учеными. Действительно становится все очень-очень странно, если аресты немножко лишние. Давайте сделаем последний фокус вот этот на 5 стабильности и 10 скорости исследования. Это очень сильный фокус. Для чего мы перейдем уже к нападениям. Как раз мы за это время дообучаем наши войска, которых чуть-чуть не хватает. Ой, у нас наконец-таки окончилось наводнение. Прекрасно. Минус 30 стабильности и минус получения плитки убираем. Теперь у нас абсолютно стабильная Япония, как и должна была быть всегда. Да, если мы все еще 42 дня будем контролировать Гавайи, то мы просто замеримся с коммунной Франции, что нас устроит. И как раз к этому моменту, чуть-чуть позже, мы объявим войну, так что нас военная экономика не успеет слететь. А вот этот самый мир. Мы вновь победили. Да, без проблем. Меня устроят в Гавайи, мы забираем. Остальное нам особо-то и не нужно. И мы одновременно с этим направляем ультиматум им до Китаю. И я думаю, тут даже смысла делать нету, потому что мы и так сейчас начнем войну со всеми. И чертовы немцы решили просто проигнорировать наш ультиматум. Расплата будет достаточно быстрой. Наши войска восстанавливают организацию. Ладно, так, тут у нас, по-моему, еще не все на местах, да? Да, у нас фото еще немножко доплывает. Подождем, наверное, пока все будут на местах. Но вот эти могут начинать, в принципе, только так сразу. Также расставил наш флот и немножко реорганизовал. Старые корабли отделил, которые очень медленные. Новые поставил вот так. Конечно, мы еще достраиваем их. План наш, так называемый, круга нашего готовится. Достаточно скоро мы его достроим, потому что нам осталось батал-крейсеры достроить. И немножко легких крейсеров. То есть вот это вот как раз-таки. После чего просто спамить эсминцев, что достаточно быстро у нас потом получится. И вот она война объявляется. Давайте сразу же везде нападаем. Почему нет? Здесь, кстати говоря, забыл напасть. Поэтому заново мы там готовим, но уже скоро будет готово. И одновременно огромнейшее количество людей у нас начинают на швыстке. Я думаю, мы также сразу всех призываем в войну. Воу, теперь другое дело. И немецко-японская война. Пока Германия занята, мы немножко помогаем ей освободиться, скажем так. Может ли она навестись в Японию? Конечно, нет. Кстати, по поводу топлива. В принципе, у нас есть где его покупать. А так, конечно, хотелось бы не покупать. И давайте еще немножко авиацию расставим, потому что здесь у нас не хватало пока авиабаз. Сейчас чуть-чуть подстроил, можно раскидать. Начинаем с каких-то простейших боев. Но потихоньку будем вайпать весь флот. Я надеюсь, Германия здесь и, в принципе, всего респекта. Кстати говоря, ой-ой-ой, надо бы здесь вас подрейдить. Хорошо, было бы неплохо. Знаете, что мы сделаем? Я думаю, сделаем вот так. Часть эсминцев можно переставить на рейды. Это неплохо работает. Хотя, в целом, наших тоже много надо защищать конвоев. Наших высадок очень много. Поэтому не забываем и про это. И я вижу флот. Надеюсь, наш флот видит. Вражеский флот вот здесь вот. Да, он видит только даже вот здесь. В принципе, без разницы. Мы в любом случае отлично, видите, уничтожаем вражеские корабли. Более интересная битва. Единственное, здесь очень плохая погода для наших авианосцев. Поэтому мы не можем полностью воспользоваться нашими авианосцами. Но даже без этого у нас очень много урона и очень много при этом еще торпед. Для этого истки очень успешно. Где-то, видите, вот здесь вот наших морпехов перехватили. Поэтому не все так прошло идеально. Тем не менее, в основном, в основном проблем действительно нет. И это хорошо. И да, я покупаю топливо, чтобы не остаться внезапно с пустыми кораблями. Посмотрите-ка, даже прям немецкий-немецкий, по-моему, флот, да, в этих водах что-то делает. Пока что мы только флот вот этой вот немецкой Азии встречали. Но теперь и самой Германии. Вайпнем и гордость Кринж-Марина. Кроме этого, по всем островам у нас абсолютный успех. Где-то встречаются редкие гарнизоны, но в основном их нету. Все островы мы взяли отлично. Индия, не до Китая точнее, здесь сопротивляется. Но быстро подавлен нашими войсками. Бурма. Бирма. Наверное, на русском говорят Бирма, мне кажется. Кстати, хороший вопрос. Как правильней? На русской ликвидации, по-моему, была Бирма. Все наслаждается прекрасно. И наши подводки отлично рейдят все. Пока что операция абсолютный успех. Также забираем здесь новые территории. И не стесняемся атаковать. Я думаю, в штиль, когда нету до плохой погоды, наши корабли, наши авианосцы особенно просто уничтожают вражеские корабли. Смотрите, да, подходит к подкреплению, но подкрепление просто тоже пойдет нам на дно. Хотя, кстати, да, мы получаем некоторый урон. В основном эсмитцев, но есть и урон среди наших тяжелых крейсеров. Это не так приятно. Благо, у нас есть подкрепление. Отсюда мы выходим победоносно. И давайте восполнимся вот так вот. Восполним все наши минусы. Здесь Иран почему-то закрыл экономику. Мы покупаем теперь у других ребят. И точно так же сделаем с эсминцами. Наш флот будет пополнен всегда. Также наша выстка в Сингапур тоже оказалась абсолютно успешной. Там не было гарнизона. Следующим, мы его просто супер быстро взяли. То же самое сейчас сделаем здесь и здесь. С другими островами вроде как все тоже без проблем. Да, здесь мы высаживаемся. Норпехи из других направлений переходят. И я думаю, есть смысл. Здесь вроде как все почти что-то делались. Вот здесь последние добиваем провинции. И у нас все дивизии выполнили свои задачи. Абсолютно все. В этом направлении, по крайней мере, здесь. Чуть-чуть было не так удачно. Пару мест вот здесь мы не смогли пробиться. И наш флот стал на ремонт. И да, нам действительно стоит здесь сделать паф на ремонт. И, кстати, подкачать доктрину. Мы получили кучу опыта. Здесь мы занимаем почти что последний порт остался лишь один. Кстати, здесь у нас наши подлодки просто берут и доминируют над немецкими линкорами. Чуть ли не разбивая их. Линейный крейсер, точнее. В любом случае, прекрасная работа. Пошел здесь немножко починиться. И, наверное, после этого вновь вернется в бой. Но здесь чиниться ему еще неплохо. И выставляем, конечно же, новые цели. Вторая волна будет. Здесь мы лишаем последних портов. Севербургский гарнизон. И здесь Малайзия падает. И да, наконец-таки вот это недоразумение. Мы также с ним разберемся. И Филиппины хотят себе собак. Увы, нет. Филиппины наша марионетка. Если бы они добровольно присоединились к нашему альянсу, я, может быть, бы еще подумал. Скорее всего, все равно бы отказал. Но хотя бы я подумал действительно. Но так как она не марионетка, и вначале вообще не соглашались даже просто в альянс вступать, то точно нет. И да, капитулировала из Индии. В принципе, не будрено. Просто, так сказать, держится. Чисто, видимо, за счет вот этих территорий. Но это ненадолго. Там тоже... А, ну еще у них здесь есть территория. Ладно, справедливости ради. Может, они после них и капнут. Я вот здесь вот вижу кучу гонавоев с войсками. Видимо, они пытались сюда их послать, помочь. Но уже слишком поздно. А, и тут еще есть, смотрите-ка, микрогарнизон, про который я чуть не забыл. Мы им сейчас обязательно займемся. У нас как раз есть технические здесь какие-то дивизии. И я думаю, выводим мы наш флот уже в действие. Единственное, отделяем корабли, чтобы они все дочинились. Но основной флот уже готов воевать. К крайней мере, ограниченно какие-то действия пойдет. А это все быстренько дочинится вот так вот отдельно от основной боевой части. Это будет намного-намного быстрее, хоть и потребует от нас намного больше верфей. Видите, сейчас, да, очень быстро флот возвращается обратно. Ну, корабли возвращаются обратно в строй. Но починка идет намного быстрее. И да, мы забрали Республику Сибири. Там еще у России. Я не знаю, откуда у них там варскор. Честно. А, тут кусок у них был. Ладно, тогда я понимаю, откуда варскор. Это все еще странно, но я хотя бы понимаю, откуда варскор. Так, ну что я могу сказать. Мы, я думаю, готовы начать следующую стадию. Насчет этой операции повыстки. Отправляемся. У нас здесь морпехи вот эти сейчас без работы, я бы сказал. Пускай они дообучаются, кто потерял опыт. Здесь ребята также пускай дообучаются. И готовимся, я думаю, к завоеванию Индии дальше. Или они капитализировали. Я пока смотрел здесь, как мы только на конвою. Ребята сдались. В теории у нас должен начаться скоро отсчет о капитуляции, в принципе, Айзера и сдачи нам Азии. И да, давайте отправим им мирный договор. Но опять-таки вопрос, что это включает в себя. И меня он совсем не устраивает. Он выглядит странно. Нам должна еще отпасть была, в принципе, Бирма. Вот это все. Я думаю, мы это исправим, конечно же, сами сейчас. Смотрите-ка, мы можем пойти вот сюда, можем пойти вот сюда. И бустить популярность вот этих ребят в Фонтиане. Это нам и нужно, потому что это наши ребята там. А еще запомненный факт. Помните... А, нет, мне показалось, что мы исследуем ячейки, которых уже нет, но нет. В случае, помните ячейки, которые нам давали? Ее больше нет, увы. Мы поремонтируем флот и будем готовиться к войне теперь с Антантой. Выделили мы индегида. И смотрите, у них есть фокусы для разных партий. Но для той, которую мы им дали, социал-демократа, у них нет. Немножко... Конечно же, забавно. Приглашаем новые страны в нашу сферу. Они соглашаются. Вот мы имеем, видимо, финальный баф. Может и нет, кто знает. Я точно нет. Ну что, на этом мы давайте подоконим нашу серию. Отбили мы у Рейхспакта их территории. Получили огромное влияние теперь в Тихом океане. Но здесь еще остаются чертовые ребята англосаксы из Антанты. Нужно с ними также расправиться. Потом, возможно, освободить Китай. Освободить Индию и подумать, что будем делать здесь. Может, где-то еще. Но это все. Ребята, потом. А с вами был Дабгей. Обязательно подписывайтесь, если вы вдруг еще не подписаны. Лайки, комментарии. Ты же скоро будешь. Все как обычно. И до скорых встреч. Всем пока.